А вы знаете, что свечи сопровождают нашу жизнь уже 5000 лет? Причем, кроме своей основной функции освещения помещения, их часто использовали в различных ритуалах. Эту роль они до сих пор выполняют в христианстве и многих других религиях. В плод до 20 века для измерения времени широко применялись свечные часы. А что свечи значат для вас? Возможно, для кого-то они сыграли очень важную роль. Например, как в следующей истории. Одна молодая пара долго не могли завести ребенка. И вот кто-то им посоветовал поехать в Рим, в собор Святого Петра, и поставить свечку. Прошло несколько лет, и этот человек, который дал совет, решил навестить молодых супругов. Он постучал в дверь, и к нему навстречу выбежала целая ватага репетишек. Он спросил, а где же ваша мама? Мама в роддоме. А где же ваш отец? Отец уехал в Рим задавать там какую-то свечу. Ну, может быть, вам свечи не настолько помогли, но в любых критических ситуациях мы бежим в храм ставить свечку. Мы зажигаем их на особо важных торжествах, таких как свадьба, венчание и крещение. Мы украшаем ими стол в новогоднюю ночь и ставим в торт на день рождения. Мои дети обожают праздничные ужины, которые я устраиваю по поводу и без. И когда я говорю, что у нас сегодня будет вечером праздничный ужин, они сразу спрашивают, а свечи будут? Для них не имеет значения дата и наличие изысканных блюд на столе. Главное, чтобы были свечи. Меня зовут Марина Хвалева. Я свечной мастер. А еще я многодетная мама, которая, будучи в декретном отпуске, задумалась над заработком домом, без отрыва от семьи и деток. Я всегда обожала свечи и как-то решила попробовать их изготавливать самостоятельно. Я изучила много информации и пересмотрела целую кучу мастер-классов, один из которых от мастера-дилетанта чуть не закончился пожаром. Но процесс все равно оказался очень увлекательным. Изготавливать свечи не так уж тяжело, когда знаешь всю технологию. Это не занимает много времени, что очень важно для молодых мамочек. А материалы недороги. К тому же, знаете ли вы, что магазины свечи, помимо того, что не очень отличаются оригинальностью и дизайном, как правило, изготавливаются из технического парафина, пары которого выделяются при горении и очень вредны для здоровья человека. Что же делать, спросите вы? Как и по внешнему виду определить, из какого парафина сделана свеча и будет ли она коптить или плакать и заливать вашу праздничную скатерть стекающим парафином. Выход есть! Научитесь изготавливать свечи своими руками. Это занятие не займет у вас много времени, что очень важно как для молодых мамочек в декрете, так и для работающих людей, у которых очень мало свободного времени. Но зато вы научитесь изготавливать красивые, оригинальные, например, вот такие свечи, которые обязательно будут заметны на праздничном столе. А ваши близкие больше не будут вдыхать вредные пары технического парафина, так как вы сами будете контролировать состав свечной массы. И логично, что вы будете использовать только качественные компоненты. Вы можете успешно развивать бизнес на свечном производстве. Ведь свечи ручной работы – это всегда востребованный товар. К тому же свечеделание, как и любое другое рукоделие, оказывает медитативное, умиротворяющее действие. Вы станете спокойнее и здоровее. Это в нашем-то сумасшедшем современном мире. Вы сможете украсить свою жизнь и жизнь тех людей, которые станут обладателем ваших свечей. Помните выражение Будды? От одной свечи можно зажечь тысячи других свечей. Ее жизнь тем не сократится. Счастья не станет меньше от того, что с ним делишься. Вот и я решила поделиться с вами своими знаниями, чтобы вы потом поделились своими творениями с другими. Заполняйте форму регистрации под этим видео, если хотите научиться изготавливать свечи своими руками. Сразу же после регистрации вы получите первые два мастер-класса прямо на свою электронную почту. Дарите близким тепло сердец. С вами была Марина Хвалева. До новых встреч!